сегодня последняя короткая лекция большому счету аппендикс предыдущий а мы на предыдущей лекции с вами обсудили тему новую сквел в общих чертах тема в принципе большая там много всяких нюансов связанных с конкретными видами нереализационных баз данных мы прошлись по самым верхам смотрели вот на самый самый такой верхний срез того что есть какие есть решения какие в связи с чем они сформировались обсудили коротко теорему кап и бейс подход теорему кап теорему брюера и бы и подход бейс к проектированию систем управления даже базами данных нежели самих баз данных и сейчас с вами посмотрим еще на три популярных решения для работы формате новой сквел который вот массово используется на настоящий момент ну и как вы помните в принципе и редис и много деби это лидер в своих категориях категориях хранилище ключ значений и документов баз данных кликаус это решение яндекса для колончатых ну или как они себя называют столбцовых баз данных в олэп запросах немножко пару слов о нем форже скажем просто вспомним что было даже не вспомним а оговоримся а в прошлый раз у нас возник вопрос по поводу того как вообще отличать узлы одни от других по большому счету никак по большому счету никак здесь как я говорил на прошлой лекции вы можете сделать просто листинг всех узлов посмотреть какие есть в вашем графе и ну или в графе с которым вы работаете и добавлять данные туда но на самом деле надо говориться вот о чем о том что у нас а если мы пытаемся перевести данные из реляционной базы в графовую базу виды неофорж типа ну там как бы в неофорж не типа неофорж а в самой сам неофорж то рациональным использованием структуры графовой будет добавление каждой новой записи в виде таблицы в виде отдельного узла отдельный узел при этом будет содержать в себе имя таблицы имя отношения а запретов на дублирование вот такого рода узлов у нас по большому счету нет поэтому вопрос о том да если мы хотим добавить данные в один и тот же свойство в один и тот же узел как нам его найти ну в принципе с точки зрения вот парадигма графа графовой базы данных подхода на элфорж по большому счету никак можно просто создать новый узел здесь главное чтобы у нас теги лейблы да заголовки узла совпадали чтобы мы по поиску заголовка одноименного искали именно подходящие отношения ну или в данном случае наверное удобнее говорить класс да сущность искали подходящую сущность чтобы у нас было был лейбл было было заголовок персон но не было заголовка human например чтобы мы не попадали в проблемы связанные с таким вот семантической такой двойственностью название лейблов название узлов вернее подробнее можно посмотреть ссылка приведена да на документацию неофоржа и пример на слайде показан где как вы видите у нас в принципе нет опять же пример из документации здесь нет какого-то принципиального запрета на то чтобы у нас персон был только одним узлом и вот у нас здесь есть узлы персон которые обозначают тех или иных актеров и они соответственно да для каждого актера представлены своим узлом и более того для каждого фильма еще у нас есть отдельные узлы и также там да для режиссера а хорошо давайте поговорим еще вот о чем они мало важны немаловажны наверное составляющей при работе с нерелационными базами данных они поскольку у нас как опять же вы наверное помните из нашей глобальной таблицы сайт db engines все таки не такие распространенные как sql решения то есть sql просто по получению больше и выбора больше и популярного выбора причем из open source сегмента тоже больше чем чем вариантов нового сквел решений и поэтому у нас но у сквел встает вопрос лицензирования особенно на настоящий момент к сожалению не все у нас доступно не все у нас а то что доступно не все доступно для коммерческого использования поэтому нужно смотреть если вы что-то собираетесь самостоятельно разрабатывать принимать и принимаете самостоятельное решение о том продукции какого вендора пользоваться но обязательно посмотрите на раздел license на гитхабе если это open source проект либо на сайте поищите самый простой способ это просто открыть англоязычную статью википедии по тому или иному продукту посмотреть там всегда пишется лицензия по некоторым продуктам лицензии они как бы не обычные open source лицензии и не просто проприетарные как бы такие со своими особенными вроде бы open source но со своими особенностями скажем так и здесь конечно нужно читать но по умолчанию для проекта для чего-то некоммерческого вполне себе большую часть решений можно использовать скажем так ну или также нужно смотреть на среду в которой планируется развертывание сервисов вот для яндекса у нас например есть поддержка вернее от яндекса от яндекс облака есть поддержка кластеров mongodb но правда несколько более старых версий 5 6 сейчас версия 7 выпущена 5 6 6 по моему если если я не ошибаюсь 21 года выпуска версия 6 и то есть в принципе пользоваться можно и да mongodb предоставляет свои облачные решения и это входит как раз в платную в один из платных планов там есть mongodatlas облако где развертываются сервера монго с mongodb соответственно яндекс как бы предоставляет сейчас такую замену такого рода сервису но опять же доводится оговорка что несколько чуть более ранние версии монго используются но по большому счету да для каких-то с глобальной точки зрения и так тоже неплохо это не самый это не версия там десятилетней давности в принципе довольно актуальные версии вполне используемые в широком в широком продакшене скажем так так что обращайте на это внимание ну а педпроекты да или что-то некоммерческое на одного человека или может быть на какую-то небольшую команду некоммерческую можно устанавливать практически вполне безбоязненно так хорошо давайте пройдемся буквально вот кратенько в двух словах чтобы уже не перегружать сразу оговорюсь у нас тоже да говорю что у нас по этой лекции не будет никаких ни форм отчетности ничего просто введем вас в курс дела того что происходит с теми или иными решениями а redis вот первый будет на слайде соответственно то откуда взялась по сути дела аббревиатура да то есть название аббревиатура от словосочетания remote dictionary server и хранилище ключ значения которые в оперативной памяти функционирует можно его сохранять на диск возможно репликация по схеме master slave поддерживается также вот событийный механизм по схеме подписки да работает на unix windows если захотите установить то нужно wsl то есть windows subsystem for linux и открытый исходный код есть на гитхабе они кстати вот redis буквально 20 марта перешли на более жесткую свою новую лицензию она все равно как как бы считается еще такой не совсем не до конца проприетарной но уже стала более закрытой там более агрессивной с точки зрения того если вы хотите использовать redis то там нужно делать вплоть до того что открытый исходный код вашего приложения но подробнее если вам будет интересно в таких аспектах разобраться отсылаю вас к гитхабу redis и к файлу лицензирования но повторюсь для каких-то пэд-проектов вполне redis можно использовать пока что безболезненно что называется не считаясь не считаясь нарушителем авторских прав архитектурный redis представляет два процесса собой серверный процесс который собственно говоря слушает порт и отвечает за хранение обработку данных и redis клей если хотите работать с командной строкой с терминалом либо есть конечно же куча всевозможных пакетов для различных языков программирования наиболее распространенных можно работать из под рантайма вашего языка назовем это так некоторые команды основные это вот подключение к базе данных из командной строки добавление вот приведено максимально здесь просто set, get, добавление и чтение данных байк двоеточие 1 это ключ несмотря на наличие двоеточия после пробела идет значение команда hset позволяет нам добавлять словарь здесь у нас первое значение идет первая запись идет после hget идет соответственно идет ключ такой вот головной что ли назовем то так ключ записи а дальше внутри записи есть поля по которым мы можем получить доступ к информации по тому или иному полю ну это такие прям да верхнеуровневые команды что называется самые простые можно сканить записи есть вариант сканирования даже не записи а ключей можно делать индексы как бы сознательность здесь не привожу всю полноту уже как бы не имеет наверное большого смысла сейчас в это погружаться потому что это с одной стороны там тема на отдельную лекцию с другой стороны повторюсь у нас обзорный обзорный такой момент но как вы видите здесь принципиально что принципиально то что у нас с точки зрения структуры данных которые хранятся это либо запись либо словарик вот собственно и все да и то и другое доступно по ключу там что мы можем делать с записями ну там есть некоторое количество операций можем повторюсь да вот сканирование можно ключ если это числовое значение инкрементировать декрементировать можно ну понятно удаление записи тоже там возможно по ключу отдельно записи или записи с ключом и так далее и тому подобное все что вы делаете ну условно говоря там со словариком на питоне доступно грубо говоря тоже тоже в редис и зачем это все нам в принципе нужно редис удобен для кэширования и для кэширования данных для нескольких процессов тех или иных приложений соответственно да вы можете подключить свое приложение несколько своих приложений к общему кэшу или несколько процессов одного приложения к общему кэшу и удобно таким образом пользоваться вот этой вот общей памятью за что будет отвечать у вас редис возможно так же да вот масштабировать систему тоже за счет в принципе этого свойства вступления редиса в качестве кэша в общем то наверное все должно быть понятно словарь кронящийся в оперативной памяти и который так же как словарь можно использовать что нам удобство в первую очередь в том что мы не работаем условно говоря с прямой адресацией памяти или с адресацией памяти из приложения не пытаемся не знаю там на c делать или c++ делать локацию памяти запускать там в каком то общем процессе делать какие то за как как то его да сложно использовать у нас есть интерфейс мы с ним работаем все довольно очевидно скажем так ну понятно да есть дополнительное разветвление по репликации по шардированию того как это делается в редис как своя специфика но мы подробно об этом с вами в принципе не говорили поэтому тоже не будем сейчас с вами на этом останавливаться просто есть тоже свои определенные особенности за ними да отсылаю вас они технического плана такие не концептуальные отсылаю вас к документации ребята кликаус вендор яндекс у нас такое да отечественное что называется решение столбцовая как я и говорил система управления базами данных для OLAP запросов как сами разработчики пишут это по-настоящему столбцовая то есть у нас действительно все они этим прямо вот заморочились максимально в том плане что у нас файлы физически на диске хранятся именно в виде ну не в виде конечно а в файлах хранятся записи именно о столбцах без каких-то какой-то эмуляции да там каких-то сложных структур последовательное хранение записи в рамках колонки ну оптимальное это да там сжатие данных хранения на диске параллельная обработка запросов на многих процессорных ядрах то есть в принципе на это кликаус затачивался поддержка и вот да о чем мы тоже с вами оговаривались поддержка SQL то есть мы можем безбоязненно использовать кликаус зная то что мы знаем о SQL языке о SQL синдексисе и да таким образом здесь порог входа после реализационных баз данных минимален ну и в принципе кликаус как мы с вами и говорили да у нас колончатые и white colon базы данных они в отличие от остальных решений наиболее близки вот такой реализационной что ли парадигме потому что у нас здесь принципиально только принципиально только момент с скорее с физическим хранением данных нежели с тем как как эти данные переносятся в схему данных как из данных формируется схема как какие там ограничения какие условия на типы данных и так далее это все вот берем из курса про реализационные да из теории реализационных баз данных просто особенности физического хранения позволяют удобнее работать с аналитическими запросами то есть запросами на массовое чтение данных в больших столбцах да в длинных таких столбцах а какие потенциальные недостатки на это собственно опять же сами разработчики явно указывают при описании своего продукта то есть здесь нет полноценных транзакций да то есть вот эти вот наши ACID принципы не гарантируются в данном случае но это обусловлено опять же тем что мы здесь Clickhouse не работаем с данными в режиме OLTP то есть он онлайн транзакшн процессы мы не нам не важно в данном случае записать данные и обеспечить конкурентный доступ к данным во время записи и вместе с тем там сохранить данные непротиворечивыми и так далее и так далее у нас выгрузка в Clickhouse происходит реже но более массово скажем так да и наоборот у нас операции чтения как я уже сказал происходит чаще чем операции записи значительно чаще поэтому нам в первую очередь важно обеспечить оптимальное чтение больших массивов данных которые мы пытаемся анализировать есть особенности по изменению удалению ранее записанных данных сниз ранее записанных данных да то есть здесь не гарантируется быстрота таких операций и массовое удаление изменение данных вот привычными средствами SQL здесь не поддерживается в прямом виде есть специфические средства массового удаления а вот просто по операции delete заблюрить так сказать строки убрать их из явной выдачи а потом там сделать какой-то vacuum vacuum или analyze и подтянуть статистику удалив все там помеченные в рамках операции delete данные здесь такого нет все это работает несколько иначе и не так эффективно как в нашем Postgres который мы с вами изучали есть также да вот разряженный индекс разряженный и здесь не очень удобно за счет его читать одиночные строки по ключам ну и в принципе опять же мы с вами тоже оговаривали что в колончатых и white column базах данных чтение строк это не оптимальная операция именно в связи с особенностями физического хранения именно в связи с тем что мы нацелены на аналитику то есть аналитика подразумевает агрегацию абстрагирование от конкретных значений и да формулирование выводов на основании каких-то таких собирательных какой-то собирательной информации о предметной области ну некоторые команды здесь кроме вот подключения да и каких-то специфических команд утилиты для терминала о которых мы не будем отдельно говорить опять же по большому счету их и нет вот создание и наполнение таблицы приведены в примере как вы видите здесь минимальное минимальное различие здесь появляется специфика в виде engine в конце команды create nurse tree order by id специфика создания таблицы как это все будет храниться на диске и учитываться при операциях order by но по большому счету да вот не вникая в подробности такого рода как вы видите если уж не создание то наполнение точно ничем не отличается принципиально команды наполнения команды insert enter в нашем постгрессе в обычном SQL характерном для постгресса как уже говорилось да не поддерживает традиционное удаление срок с помощью delete click house но вместо этого можно делать всяческие там лайфхаки не очень такие не очень сложные но опять же это будет просто не эффективно да сразу можно оговориться опять же сила повторюсь особенности сила специфики хранения данных и вот alter table мы можем изменить с помощью этой команды какую-то таблицу сделав удавление по условию но так пожалуй делать да без крайней необходимости не надо операция повторюсь не оптимальная MongoDB последний наш кандидат на такой краткий сравнительный обзор да вот с редисом говорили что они 20 марта буквально изменили лицензию жесточили ее MongoDB у нас в принципе отключили поддержку своего облачного сервиса еще два года назад но и редис и mongodb их в принципе доступен на гитхабе то есть по большому счету да если сильно захотеть можно сделать форк при необходимой правовой экспертизе добиться изменения достаточного изменения исходного кода чтобы считать это новым продуктом и как бы да вот ну это такой фантазийный немножко сценарий но тем не менее да изменив минимальным необходимым образом исходный код MongoDB можно какую-то свою документную базу данных сформировать но ладно нам хватит фантазии что называется давайте к сухим фактам Mongo повторюсь поддерживается у нас в частности в облаке Яндекса так что тоже вполне себе рабочий вариант для предприятий для издания комьюнити в принципе можно все это установить на свой сервер на свой на свою машину и пользоваться так вопрос а лицензия там SSPL SSPL и это лицензия которая ограничен такой как бы промежуточный вариант да промежуточный вариант между опенсорсными лицензиями и между проприетарными скажем так там если вот кратко то ситуация похожая с Redis нужно открывать весь исходный код если вы работаете с базовой версией MongoDB и ну вот наверное такое первое и принципиальное ограничение нельзя если я не ошибаюсь менять никак исходный код Mongo и и и и за остальным да я все таки отошлю к документации гитхаба потому что есть а давайте так да вот сейчас на практике некоторое количество времени используются решения иностранных вендоров или поддерживаемые иностранными вендорами скажем так с некоторыми оговорками с точки зрения правового режима да поэтому если вы хотите разворачивать какой-то коммерческий проект и для этого ищите подходящее решение то лучше всего возможно обратиться напрямую к юристам и ну потратить на это какое-то количество денег либо потратить какое-то количество своего времени чтобы вчитаться в лицензионное соглашение которое висит в гитхабе и четко понять вообще что какие права и обязанности у вас могут возникнуть при использовании если же вы делаете просто какой-то ранний коммерческий проект все это у вас лежит на гитхабе гитлабе в открытом доступе все рассмотренное сейчас и рассмотренное рассмотренный неофорт в прошлом на прошлой лекции они пригодны для такого использования то есть не знаю там делайте какой-нибудь какой-нибудь сервис собирайте какую-то статистику ну что там сейчас актуально какой-нибудь криптовалюты там DeFi приложение делайте делайте форк сайта DeFi Lab не знаю вообще он в открытом доступе или нет ну вот так да, пофантазируем что это такое можете посмотреть в интернете это вообще отдельно это совсем другая тема не будем углубляться и делайте форк какого-нибудь сайта начинаете агрегировать данные используйте один из вариантов того что мы с вами оговорили и если вы не получаете доходы от рекламы если у вас открытый исходный код и вы явно говорите что вы используете у вас никаких проблем не будет если вы собираетесь работать в коммерции крупных у крупных вендоров у крупных коммерческих фирм есть свои политики современные по использованию такого рода приложения и вам просто не нужно будет по этому поводу париться если вы именно собираетесь делать какой-то свой маленький подряд уходить в какой-то свой маленький консалтинг тогда проанализируйте здесь я не специалист в лицензировании ПО поэтому это не моя епархия просто обозначаю вам риски говорю о полюсах то есть один полюс это да о краях спектра один полюс это полностью некоммерческое полностью открытое использование у вас полностью открытый проект здесь все нормально никаких проблем не будет у вас или вы сотрудник в какой-то крупной компании где свои политики где там свои департаменты занимаются тем чтобы исключить всевозможные риски и так далее здесь проблема наверное где-то посередине между этими диапазонами ну посередине повторюсь либо читать самостоятельно и тратить время либо попытаться обратиться за квалифицированной помощью в принципе я думаю такую можно найти это кажется насущный вопрос в современных условиях ну понятно да там стоимость проекта может быть это удорожит на каком-то этапе вот такого рода правовая экспертиза но тем не менее лучше за ней обратиться так что вот так лицензия резюмирую ответ на ваш вопрос лицензия у MongoDB пограничная но для ПЭТ проекта подойдет так хорошо вернемся к MongoDB да вот данные хранятся в формате похожем на JSON по сути дела у нас и доступ идет к данным вот в такого рода такого рода нотация которая к нам из C пришла вот через точку когда мы к полям структуры обращались через точку так по-моему Си едва ли не первый был язык предложивший такой синтаксис но во всяком случае Керниган и Ричи кажется говорили об этом как ну не то что новации но если я не ошибаюсь попрошу заранее меня извинить но кажется они говорили об этом как такой синтаксический что ли фичи не закоси на тот момент а хорошо про доступ сейчас покажу несколько команд оптимальная поддержка горизонтального масштабирования и шардинг в частности поддерживается то есть когда у нас данные разнесены по нескольким серверам не просто рефлицированы когда у нас полная копия на двух серверах на двух-трех серверах на двух-трех серверах стоит спереди идет балансировка через какой-нибудь Nginx да и все это раскидывается по загруженности серверов запросы которые потенциально могут к одним и тем же данным обращаться раскидываются на разные сервера нет у нас именно возможно оптимальное распределение данных по различным узлам нашей какой-то внутренней сети все это потому что у нас Монго яркий представитель как раз нашей бейс-парадигмы о которой мы говорили то есть базовая доступность и согласованность в конечном итоге в конечном итоге согласованность будет но здесь возможно возможно проблемы с тем как пропагация как распространение по узлам информации будет происходить ну или статистическая по крайней мере информация раз уж мы говорим что шардирование это разнесение порций данных то нам нужна по крайней мере какая-то статистика где у нас какие данные хранятся понятно что мы не будем там записывать все все данные переписывать с одного узла на другой в случае с шардированием так доступна поддержка транзакций начиная с версии да Монго также в принципе мы можем ужесточить внутренние политики так сказать назовем это так Монго и заставить его исполнять ACID транзакции если мы захотим но это уже такие да навороты в сторону реверанса в сторону ACID в сторону какой-то не то чтобы реляционности но вот жесткости и возможности поддержания непротиворечивости характерной для реляционных СОБД примеры команд ну здесь да опять же вот просто то ли немножко так посмотреть как это выглядит потому что безусловно палитра команд их сильно больше возможностей у Монго довольно много штука удобная если вы конечно если вы понимаете зачем вы это используете и понимаете что как на каком-то этапе развития вашего сервиса вы перейдете на реляционную модель потому что сделать просто вот какое-то невразумительное хранилище с вообще никак не соответствующими друг другу документами из Монго можно довольно просто привести это потом в вид который будет удобно поддерживать то есть что-то похожее на реляционную модель довольно проблематично с точки зрения ресурсов по крайней мере точно то есть затраты будут довольно большими а поэтому лучше ну это такая да заметка на полях это не то что прям жесткая жесткая установка но рекомендация такая что Монго конечно лучше использовать все-таки наверное на проектах небольшого или среднего объема потому что он удобен для быстроты разработки да но для для того чтобы для того чтобы обеспечивать не противоречивость данных их неизбыточность чтобы мы были уверены что мы добавляем новую запись и она у нас правильно распределиться в нашей базе данных аккуратно все ляжет не создаст никаких коллизий не будет никаких проблем с точки зрения там чтения записи что у нас не будет противоречивых данных внутри самой базы вот с этим MongoDB справляется не очень хорошо ну не то что не очень хорошо он не заточен изначально на то чтобы с этим справляться поэтому мы теоретически из MongoDB можем сделать просто месиво из данных что конечно очень неудобно при росте их объема а ладно long story short собственно подключение к процессу просто команды Mongo из терминала дальше переключаем контекст на базу данных конкретную и вот подразумевая что DB это имя нашей базы да мы соответственно дальше коллекцию users мы можем добавлять поля можем удалять поля можем искать все документы или один документ с соответствующими полями можем создавать индекс по полям ну по полю да можем делать запросы на агрегацию данных как показано в последнем буллите то есть в принципе то что мы базово делали в реляционный СОБД постгресс мы теоретически можем делать в MongoDB но никаких ограничений на то чтобы мы создали два абсолютно одинаковых скажем так как бы сказать как бы это лучше сформулировать даже не то чтобы одинаковых да никаких ограничений на то чтобы мы создали две противоречивые записи например о человеке по имени Джон в возрасте 30 лет и с имейлом джон собака экземпл точка ком у нас нет мы можем создавать такие записи ну здесь понятно скорее всего будет по имейлу что называется идентификация вот если имейл будет одинаков а разные будут набирать телефонов в принципе в постгрессе можем такое месиво создавать да благо у нас есть возможность создания суррогатных ключей и пожалуйста инкрементируем на единичку и с каждой новой записью у нас об одном и том же джоне идет новая информация но разные телефоны но все-таки все-таки базовая реализационная модель больше подходит для хранения да однотипных данных там больше возможностей из коробки что называется ну и с точки зрения теории для того чтобы избежать дублирования так хорошо это получается последний слайд на этом мы с вами в принципе базово ну вот так по верхам да повторюсь такой вот аппендикс небольшой к нашей предыдущей лекции про NoSQL базово по верхам мы посмотрели наиболее наверное интересное ну с моей точки зрения я бы сказал все-таки NeoForge я никого не призываю да безусловно здесь вопрос в том что вы хотите сделать MongoDB очень хорош на начальных этапах например какой-то вашей там вашего стартапа поэтому NeoForge наверное использовать не стоит лучше сделать MongoDB и туда вот скидывать какие-то данные в надежде что потом там когда вы MVP сделаете покажете потом будет время инвестиций чтобы сделать какую-то революционную базу данных или да не знаю более что-то сделать основанное на какой-то более жесткой схеме там те же графовые базы данных а для начала MongoDB да вполне себе хорошо а Redis это кэширование да кэширование каких-нибудь там чатов сообщений в этом смысле хорошая штука в принципе в принципе по большому счету когда-то это использовалось и для формирования очередей задач но это уже такая ну не то что использовалась да были варианты такого использования но это уже конечно совсем другая история сейчас есть профильные решения и Redis так конечно лучше не использовать а так ну Clickhouse это скорее решение для ДВХ структур для ДВХ для для хранилищ данных причем опять же да вспоминая вот наш этот слайд со схемой того что такое ДВХ как вот слева на слайде помните у нас там были операционные приложения потом через ETL процесс данные загружались на ДВХ сервер и из ДВХ у нас в OLAP приложение в какие-то аналитические отчеты данные поступали вот Clickhouse это что-то вроде либо как довесок к ДВХ на сервере там условно говоря да или в структуре серверов хранилища данных он будет стоять либо у вас где-то уже ближе к витринам данных то есть это решение пожалуй не для работы может быть с чем-то в рамках каких-то небольших проектов а решение скорее для ну так вот Enterprise уровня предприятия но в принципе популярное решение решающее возложены на него задачи наверное на этом мы пожалуй закончим курс наш подошел к концу мы основные вещи с вами затронули посмотрели надеюсь было в каких-то вещах все-таки интересно ну понятно что какие-то вещи они такие тривиальные повторяли либо семинарские занятия либо наоборот семинарские занятия дублировали то что мы здесь с вами рассказывали либо в принципе синдексис например SQL вещь не имеющая какой-то теоретической подоплеки по сути делает просто список команд и правила их использования ну вещь такая не очень наверное интересная но с которой нужно все равно было познакомиться сделать какой-то минимальный обзор и которую ну да после этого можно уже осваивать путем практического применения научу м м м Продолжение следует...